Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня поговорим о физической нагрузке. Что очень интересно, что в последнее время все чаще ведутся споры о том, что является ли физическая нагрузка пользой для организма человека, либо это один из тех факторов, который приводит к износу организма, из-за этого мы только раньше умираем. Если это утверждение верно, то, следовательно, зачем в реабилитации пациентов после и так непростых заболеваний мы стремимся активно использовать методики лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Совсем недавно в журнале Cell Reports опубликовано очень интересное исследование, которое проводилось на мышах. Это мыши с маленьким мозжечком, у которых прогрессирование, нарушение ходьбы и координации приводило к ранней смерти. В этом исследовании на мышах указывалось, что продолжительность жизни животных составляла 25-40 дней, хотя в норме они должны жить более 12 месяцев. Оказалось, что если эти мыши ежедневно без ограничений бегали в колесе, то жили они более 12 месяцев. Их координация улучшилась, и они набирали вес. Следовательно, мы можем сделать следующие выводы, что физические упражнения могут замедлить развитие нейрогенных заболеваний, уменьшить двигательные и когнитивные нарушения. Также и физические упражнения, стимулируя нейрогенез, олигодендрогенез, адаптивную меленизацию, способствуют восстановлению мозговой ткани, сохраняют функции центральной нервной системы. Ученые выявили, что основной причиной улучшения бегающих мышей был так называемый VGF-фактор роста. Это нейропептид, вызывающий развитие олигодендроцитов. Это клетки, которые вырабатывают миелин. Таким образом, я могу точно сделать вывод, что упражнения могут восстановить ткани мозга. Работа на мышах подтвердила объективную пользу нейрореабилитации при хронических, прогрессирующих заболеваниях центральной нервной системы. Следовательно, ребята, занимайтесь здоровым образом жизни. Это доказано и научно, и практически. Никакого вреда это не нанесет вашему здоровью. И риски, что вы будете заболеть тяжелыми заболеваниями, будь то опорно-двигательной системой, либо центральной нервной системой, они минимальны. Что и доказывают все наши исследования. Здоровый образ жизни – залог нашего долголетия. Всем спасибо, всем пока.